Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить несколько бургеров на, скажем так, азиатский манер. Не знаю, что из этого получится. Это эксперимент. Список продуктов и основные этапы готовки прочитайте в самом конце ролика, а пока приступим к варке риса. Я взял специальный рис для суши. Он достаточно клейкий, крахмалистый, с ним будет проще. Способ варки такого риса совершенно стандартный. Промытый рис заливаем водой, присаливаем, накрываем плотной крышкой и доводим до кипения. После закипания убавляем огонь до самого слабого и варим под крышкой, не открывая ее 15 минут. Пока этот процесс идет, займусь соусом. Не уверяю, очистить, натереть помельче, чеснок мелко нарубить. И смешать все ингредиенты, то есть соевый соус, вода, крахмала, мед, сладкое рисовое вино от Хон Мерин. И, естественно, немного масла пахмучего, ароматного, кунжунтного. Часть этого соуса будет маринадом, а часть я загущу на среднем огне. Это у меня куриные бедрышки без шкурки и уже без костей. Перцы добавлю и маринада. И пусть полежат пока, пропитаются этими вкусами и ароматами. Два кусочка всем не купил, таких вот красивых. Их также замариновать. И крупные сырые креветки. Их надо очистить. Это сырые креветки. Гамблс рохос сорт называется или порода. Они красные в сыром виде. Под каждым роликом обязательно один-два человека напишут, что сырые креветки серые. Почитайте интернет. Купил их замороженными и всю ночь они у меня размораживались в холодильнике. По температуре около нуля. Пищевод надо, конечно, удалить. И хвостик я не удалял, потому что с ним более красиво. И за него можно держать креветку, когда окунаешь ее в кляр. Их тоже надо замариновать. Отлично. Оставшийся маринад процеживаю. Имбирь я на терке натирал и мелко рубил чеснок, чтобы они быстрее свои ароматы в маринад отдали. Сейчас процеживаю, чтобы готовый уже соус был гладкий такой, без посторонних включений. Не загущать надо на среднем огне. В составе есть крахмал, поэтому этот процесс происходит очень быстро. Смотрите. Все, теряки готовы. Можно ее переложить в отдельную посуду. Теперь юзон. Для него возьму пару желтков. Белки пригодятся чуть позже, для кляра. Сюда немного соли и чуть-чуть воды. И разболтать. Так, с лизоном разобрались, теперь с майонезом разберемся. Его буду делать на смеси из примерно половины оливкового экстра-верджент масла и половины рафинированного. Экстра-верджент в майонезе всегда дает горчинку, причем довольно сильную. Разные сорта оливкового масла дают разную по силе горчинку. Вот это масло я сегодня в первый раз использую, поэтому у него точного соотношения с рафинированным пока не знаю. Именно поэтому сейчас майонеза забиваю вручную, а не погруженным блендером. Буду добавлять разного масла по вкусу, по мере изготовления. Сначала экстра-верджент, а потом рафинированную. И так буду балансить, пока не добьюсь нужной мне степени горчинки. Пора, пожалуй, на рафинировку переходить. Чем больше масла, тем майонез гуще. Один желудок спокойно эмульдирует от стакана до полулитра масла. Отлично. А теперь в майонез надо добавить вкус. Горчица. Мед. Соль. Нужно, наверное, еще. Вустарский соус. Где-то столовую ложку. И рисовый уксус. Вот так. И перемешать. После добавления уксуса майонез станет немного жиже. Учитывайте это. Отлично. С майонезом разобрались. Рис уже сварился. Делаю быстрый финтушами. Открыл, накрыл полотенцем, закрыл плотно. Пусть остывает на плите. Займусь кляром. С ним все просто. Белок и крахмал. И перемешать. Все. Можно приступать к изготовлению рисовых булочек. У меня вот такой пресс для бургеров есть. Ну, можно пользоваться и чашкой подобного типа. Пищевую пленку сюда. Затем рис. И плотно придавить. Может, конечно, и так эти булки оставить, но я хочу румяности. Поэтому масло на сковороде греем. Булку одной стороной в лизон. И этой же стороной в панировочные сухари. Супер. И на сковороду. Быстро подрумяните. Румяню только с одной стороны. О, какая красота на выходе. Пусть лежит на бумажной салфетке, чтобы лишнее масло ушло. И таким макаром разбираюсь с остальными булками. Отлично. А теперь займусь наполнением бургеров. Кстати, духовку уже можно включить. Процесс пошел. Отрежу несколько ломтиков имбиря миллиметров по 5 толщиной. На них выложить рыбу. Ломтики имбиря нужны, чтобы рыба к бумаге не приклеивалась. Со сайта соуса есть мед. Он очень клейкий. Присмазать сверху терияки уже густым. И в духовку на 15 минут при 200 градусах. Верхний и нижний нагрев. Реально время выпекания зависит от толщины ломтика. Вкус образите, короче. Пальцем надавливайте, готовая рыба начинает расслаиваться по пластинкам. А масло для фритюра уже можно греть. Температура фритюра должна быть 180 градусов. Будет выше, слишком быстро снаружи зарумянится весь ваш кляр, а внутри все еще останется сырым. Будет ниже температура, слишком кляр пропитается маслом. Пока оно греется, самое время разобраться с курицей. Каждый кусочек дополнительно смажу теперь же густым терияки. По концу он пропитывал хорошо, а густой сверху будет как глазурь дополнительная. Теперь в крахмал, чтобы поверхность была сухая, и кляр не сполз. Масло, кстати, уже нагрелось. И теперь в кляр. И готовлю в фритюре до зарумянивания. Важно, чтобы куски курицы у вас были одинаковой толщины и при этом не толстые. Толстые куски могут не успеть приготовиться внутри, а кляр к этому времени уже начнет гореть. Бутер уже можно собирать. Курица готова. Над салфеткой ее на полминуты. Чтобы лишнее масло впиталось. А сюда следующий кусок курятины. Теперь соус сюда. Майонез с японским характером. Отлично. Итак, сначала разобираюсь со всей курицей. Во второй заход пойдут креветки. Их нужно также сначала смазать густым терияки. Затем крахмал, кляр и во фритюр. Если сначала в этом фритюре готовить креветок и в клярах сначала опускать, то они свой достаточно сильный запах отдадут и в кляр, и в масло. И, соответственно, курица будет у вас запахом креветок. Это не очень хорошо. Курица значительно меньше отдает, да практически не отдает своих вкусов и запахов ни в кляр, ни в масло. Поэтому креветок помещение в эту среду, в которой побывала курица, не испортит. Так, отлично. Кстати, рыбу уже пора вынимать из духовки. Все, креветочные бургеры тоже готовы. Ну, а с рыбой того проще. Вот такие бургеры. Какие именно готовить, выбирать вам. Начну я, пожалуй, с курицей. Возьму бургер. Такой вот. Крозавочек. Вкусно. Но курицу я бы еще тоньше резал. Потому что там у меня куски были порезаны толщиной примерно, ну, как я снял с бедршек, да, я их вдоль не разрезал. Они в самом толстом месте были где-то по сантиметру. Наверное, было бы удобнее трескать, если бы их разрезать до 5 мм, до 6 мм, может быть. Вообще было бы классно. Они быстрее приготовились, да. Кляр был бы классный. Я вот пока камеры переставлял, кляр куриный уже успел немножко размякнуть. А вообще, когда я только вытаскивал его из масла, он еще хрустел, прям классный такой. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Такая вот курочка. Короче, классно. Риса в бургере много, я сразу три, естественно, не съем за раз, а попробовать все надо, что вам рассказать. Поэтому я отдельно буду пробовать. Сейчас, значит, отдельно попробую креветку. Все остальное-то на такое же. Так, креветку сюда. Вот так вот ее сюда. Так. Ммм. Креветки классно. Они так классно сочетаются в цириэке. То, что я обмазывал ее, перед тем, как в этот самый, в альмидон, господи, альмидон, это по-испански, в крахмал, а потом в кляр. Это классно. И то, что креветочку тоже сейчас обогнул в соус, она ведь в этом самом бургере тоже в соусе. Просто супер. Ммм. Обалдеть. Очень нравится. Ну и кусочек рыбки. Вот этот кусочек рыбки. Только на нем нет почти этого майонеза, его японского, надо майонеза добавить. Так. Вот так вот. Ну-ка. Класс. Просто класс. Не знаю, насколько это получилось, японская еда, насколько она в японском стиле. Те, кто знаком с Японией, подскажите, пожалуйста. Но, на мой взгляд, сочетание классное. Креветки стерияки, рыба стерияки, курица стерияки. Просто супер. А если вам не хочется заморачиваться с запеканием таких вот, на мой взгляд, очень классных бургеров, вот этих рисовых бомбочек, то курицу после того, как вы достали из фритюра, можно просто в соусе стерияки смешать ее, и будет тоже вот так вот. Просто класс. Короче, готовьте и наслаждайтесь. На этом позвольте с вами попрощаться. Обратили внимание, на какой я классный доски сегодня резал? Это подарок от подписчика. Виктор, респект ищи тебе. У него собственная мастерская. Я обязательно ссылочку на его инстаграм дам. Слушайте, из Венге. С логотипом. Мне очень нравится. Огромное спасибо. Ну и всем спасибо за компанию. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»